Привет! Сегодня мы поговорим о том, как мы можем выражать будущее время. Конечно, у нас для этого есть future simple и future continuous, но речь многогранная, иногда некоторые вещи лучше сказать чуть-чуть по-другому, чтобы выразить именно то, что мы хотим. Мы построим небольшую табличку и начнем с того, что есть формально, формальное и неформальное общение, да, все об этом знают. Есть разница между тем, как мы общаемся на работе с коллегами и боссом, да, в разных инстанциях, ну и в принципе с незнакомыми людьми и тем, как мы общаемся с родственниками и друзьями. Так вот, некоторые вещи здесь проще понять через разделение на формальное и неформальное, понимая тем самым, что формальное общение правильно всегда, а неформальное, да, применяется только с близкими, то есть грамматика может быть, а может и не быть. Итак, если мы говорим о каких-то планах на будущее, формально мы скажем, the teacher will explain the rule to us next week. Это, да, не наш друг. А вот если мы говорим о друге или о себе, то мы можем позволить себе сказать, I'm having a lesson with her tomorrow. Через present continuous. Или даже, I'm going to play poker next week. Я собираюсь играть в покер на следующей неделе. Или, he's going to come to us at five o'clock. Саму конструкцию to be going to, да, вот это gonna собираться что-то сделать, мы уже встречали в песнях и сериалах. Она употребляется практически постоянно, так как там везде неформальное общение, да, вот в песнях, сериалах. И вот тут технически мы можем сказать, the teacher is going to explain the rule next week. Но оттенок получится вот такой по-небратски, будто он нам лично пообещал, или там ты занял его в ежедневник. То есть, ну, какой-то оттенок будет совершенно, вот реально будет чуть-чуть другой. И второе, что очень удобно понимать через эту призму, это расписание. Если у нас какое-то постоянное расписание, такое как движение поездов, автобусов и так далее, то мы используем present simple, именно simple. Это ежедневное действие, да, это больше ежедневное, чем будущее. The plane lands at five o'clock tomorrow. Но он каждый день садится в пять часов, да, и завтра так будет. А вот если мы говорим про расписание, которое касается нас, нашей жизни, того, что мы можем изменить, да, мы говорим через я собираюсь, да, она собирается. В эту табличку мы еще запишем, что после союзов when, after, before, as soon as, by the time, if, until, unless и так далее, которые формируют предаточное предложение, у нас никогда, никогда не будет будущего времени. Хотя переводим мы такие предложения на русский язык именно будущему. После этих предлогов всегда будет употребляться present simple. Например, by the time he arrives, she will do all the work. К тому времени, как он приедет, она сделает всю работу. У нас оба действия в будущем. When they forget, she will remind them. Когда они забудут, она им напомнит. В русском обе части в будущем времени. Но в английском после этих предлогов, то есть в предаточных предложениях, не может быть будущего времени. Никогда. Это очень грубая ошибка считается. Как отдельный момент, мы еще должны запомнить, что future simple мы используем, когда только что приняли решение, в отличие от планов и намерений. Вот только что. I forgot about this. I will do it right now. Или когда мы что-то обещаем. Это становится более формальным, более серьезным. The shops are not far from here. I will drive you there. Или I won't let you down. I promise. А вот фразу to be going to, как мы уже говорили, когда хотим выразить намерение. То есть мы уже думали об этом. Собираюсь. Я собираюсь. I'm going to start my lecture at 5 o'clock. Но, как мы помним, обещать-то не значит жениться. То есть намерение – это не твердый план. Еще мы используем to be going to, когда вот-вот что-то произойдет. Look, he is going to fall. Вот, смотри, он сейчас упадет. Еще эту фразу можно заменить на look, he is about to fall. Это будет то же самое. Я стараюсь преподносить все не через сводку правил. Делай так, не делай так. В языке очень много нюансов и моментов, которые простыми правилами не объяснишь. Поэтому давай учиться чувствовать контекст вместе. Приступай к упражнениям. Давай, пока-пока.